Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я буду декорировать бутылку в технике обратный декупаж. Друзья, для того, чтобы сделать обратный декупаж, я обычно использую более плоские бутылки. Также можно использовать прозрачные тарелки, кофейные банки. Делать обратный декупаж можно как с салфетками, так и с любыми распечатками. Даже вырезками из газет, журнал или открыток. О нюансах работы с салфетками я вам уже рассказывала в одном из видео. Внизу под описанием я дам ссылку на это видео. Поэтому сейчас я остановлюсь на самых важных моментах. Первое, что я делаю, это обезжириваю бутылку любым спирт, содержащим веществом. Клей ПВА развожу водой. Примерно пополам. Фрагмент, который я хочу видеть внутри бутылки, я вырываю из салфетки и беру только один верхний красочный слой. Я нигде не оставляю обрезанные края, потому что это будет уже очень видно. Рисунок у меня смещен в одну сторону. Поэтому я буду сейчас добавлять с этой стороны Вырванный отсюда, сюда рисунок. Центруем картинку. Прикладываю лицом на бутылку к себе изнанкой. В центр капаю большую точку и растягиваю лучики. Смачиваем пальчики и поправляем. Друзья, теперь самый важный момент. Когда все высохло, нужно обязательно покрыть салфетку акриловым лаком. Иначе последующие слои краски могут проступить сквозь картинку. Поэтому мы защищаем салфетку акриловым лаком. Можно даже сделать два слоя. И просушиваем. Друзья, после лака салфетка стала совершенно прозрачной. И теперь мы ее будем проявлять. А проявлять я буду белой акриловой краской. Буду заходить и на саму бутылку, и на картинку. Смотрите, как проявляется салфетка. Я закрашиваю окошко побольше. Легче будет удалить лишнее, чем потом добавлять слои краски. Просушиваю и еще добавляю краски два слоя. Все высохло, но имеет свои неровности. Сейчас я возьму наждачку. Сзади можно приклеить такую же салфеточку. А можно выбрать другую салфетку по цветовой гамме или по сюжету. Музыка. Салфетку. Музыка. 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 Просушиваю и покрываю все акриловым лаком. Бутылка полностью высохла. Я попутно закрасила донышко и горлышко полностью. Сейчас все это залакировано и высохло. Теперь мы снаружи бутылки немножко приглушим рисунок. Для этого я возьму белую краску акриловую и добавляю в нее акриловый лак. Примерно пополам. По линии приклеивания салфетки, чтобы эту линию спрятать. Поэтому я прям хорошо так захожу на рисунок. Приглушаю и по самой картинке. Краска высохнет, она сейчас станет чуть бледнее. Можно будет использовать вот такие сердечки. Но мне их нужно будет закрасить в белый цвет. Хочу применить еще один прием. Это с использованием трафаретов. От картинки на белый фон буду делать вот небольшие такие какие-то переходы. Сделаю светло-светло-серый цвет. В эту же разбавленную краску добавлю немножко черного. Рисунок будет не сильно явный, а такой, как немножко, как будто это тень. Я буду заходить и на саму картинку. Много делать не буду. Вполне достаточно. Подчищаю я окошко. Пока еще мало слоев лака. Я смело могу здесь все поправить, потому что потом здесь что-то будет срезать очень сложно. Уменьшить окошко уже не получится. Краска уже... Будете добавлять краску, она уже ляжет неровно, поэтому проще убрать лишнее. Теперь я опять лакирую. Как видите, в декупаже очень большую роль играют вот эти прослойки. Покрасил, пролакировал, просушил. Забелю пробку, потому что с ней я больше ничего делать не буду. Друзья, какую можно здесь сделать окантовку вот этого окошка, рамочку? Можно взять различные полубусинки, приклеить. У меня здесь они вот как жемчужинки. Они сами по себе очень красиво смотрятся и перебьют мне весь декор моей бутылки. Сделаю окошко белой краской. Это можно сделать белым контуром. Почаще меняем ватные палочки. Потому что они махрятся и уже не четкий будут рисунок. Фактически готовая бутылка наша. Сейчас я добавлю различный декор сюда. Приклеивать буду на полимерный клей. Немножко до симметрии добавила я сюда жемчужина. Совсем чуть-чуть. Если декора мало, то бантик можно сделать пошикарнее, покрупнее. Вот так бутылка сейчас выглядит без воды. Друзья, а самое интересное, это когда наливаем в бутылку воду. Сейчас картинка будет как в увеличительном стекле смотреться. Вот в чем преимущество именно обратного декупажа. Друзья, у меня есть сейчас возможность показать вам несколько своих старых работ. Вот небольшой монохром здесь. Я думаю, кто-то узнает. Я уже показывала некоторые бутылки. Здесь пасхальная тема. И как раз на этих бутылках я показывала, какие бывают салфетки, какие нюансы с ними бывают. Друзья, в этой же технике очень хорошо смотрится и новогодняя тема. Как вы видите, очень красиво смотрятся и кофейные баночки. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!